Добрый вечер. У нас по статистике, если посмотреть, то регулярно какой-нибудь междугородний автобус летает под откос. Это настолько нормально и настолько привычно, что изредка только вызывает какие-то последствия. Ну, бывает возбудится наш любимый карикатурный персонаж по прозвищу Медвед, который топает ножками и говорит, давайте всех срочно заставим ездить на новых автобусах, пристегиваться, пересмотрим правила. Но в целом ничего кроме ерунды в качестве послесловия мы не имеем. И проблема здесь на самом деле гораздо больше, серьезнее и непоправимее, чем просто какое-то несоблюдение правил дорожного движения, неровная дорога или общее техническое состояние достаточно угнетенного автопарка нашей страны. Проблема в том, что выжить в междугороднем автобусе можно только чудом. Вот настоящий большой, красивый, такой туристический в нашем понимании автобус – это в большинстве случаев подвиг водителя и героизм пассажиров, регулярно отмечаемых посмертной статистикой ДТП. Поясню. Когда закончилась компоновочная суета, это произошло порядка 100 лет тому назад, ведь когда только-только изобрели автомобиль, не очень было понятно, какие колеса должны быть ведущие, куда сунуть водителя, сколько рычагов и с какими функциями должно быть у него, сколько педалей. Это все требовало определенного времени решения и талантливых голов. Одна из самых талантливых голов в этом отношении был Этуре Бугатти. Он определил во многом параметры той самой классической компоновки, когда двигатель спереди, ведущие колеса задние, водитель сидит сбоку. То есть не по центру машины, ведь были попытки и по центру его посадить. Он сидит либо слева, крутит руль, причем руль круглый. Этуре Бугатти настаивал на том, что руль должен быть круглый. До него это тоже не было аксиомой. Иногда делали совершенно удивительные конструкции, которые на руль были не похожи. Но компоновочные решения так или иначе были как-то доведены до логического завершения на том этапе. И они не упирались и не противоречили технологиям. То есть то, что наизобретали, можно было сделать. Потому что ведь и передний привод тоже изобрели как таковой. И впрыск топлива ему уже очень много десятилетий. И карбюратору уже больше ста лет. Но технологии не всегда позволяли это реализовать. Вот классическую компоновку ее реализовали. Машина изначально появилась для увеселения, поэтому первым был легковой автомобиль. Потом додумались, что оказывается на этом можно работать. Придумали грузовик, и он тоже довольно часто оказывался классической компоновки. Потом из амнибуса, из большой кареты, начали пересаживать людей в пассажирский транспорт. И вот здесь произошла одна чрезвычайно неприятная вещь. Если весь остальной мир в компоновке шел вперед и со временем додумался до совершенно логичного переднего привода, и на передний привод посадил в том числе малотоннажную коммерческую технику, не говоря уже о легковых машинах, даже самых представительских, с грузовиками подумали, да, наверное, все-таки, либо полный, либо задний, то есть классический. А с автобусами случилась полная трагедия. Помните, как выглядит наш Запорожец? Есть мотор сзади, ведущие колеса задние, водитель сидит где-то там спереди, и развесовка, но настолько неоптимальная, потому что от 60 до 80% массы ложится как раз на заднюю ось. С точки зрения загрузки ведущих колес это здорово, а с точки зрения управляемости это полная беда. Так называемая избыточная поворачиваемость. Это когда ты рулик-то повернул, а машина норовит мимо поворот проехать, потому что сцепления не хватает. И вот эта самая неудачная компоновочная схема, она и прижилась на автобусах. И если в городе на большом автобусе просто тяжело, но скорости позволяют нормально ехать, то на междугороднем автобусе это тихий ужас. И хотя у нас, если посмотреть, то даже в советское время, когда мы ездили на Икарусах и на львовских машинах, на ЛАЗах, нельзя сказать, что все обочины были усеяны этой техникой, но это было за счет другого, за счет подвига водителя. И за счет того, что по правилам водитель подступался к категории D автобусной только после трех лет управления грузовиком. То есть нельзя было сразу оказаться за рулем автобуса. Хотя автобусные парки имели право на подготовку водителей, перешагивая через все, но в автобусном парке сколько нужно было потратить времени на права? Это не те самые 2-3 месяца, которые в автошколе, ничего подобного. Это при автокомбинате обучение длилось, в зависимости от программы, до года. И потом еще было очень много стажировок. И в водительской табеле о рангах автобусный шофер, это была высшая категория. Это было даже круче, чем дальнобойщик. И по зарплате это иногда было. Но самое главное, что этот человек попадал за руль не случайно. То есть нельзя было совсем захотеть, прийти и сказать, ребята, дайте. Ничего подобного. И молодых практически не встретишь. То есть это были самые опытные, самые ответственные и самые подготовленные люди. Потому что автобусом, у которого задние колеса ведущие, сзади двигатель, и, например, ты порожняком подаешь машину в какой-то точке и едешь по трассе, и у тебя там 60-80% на задней оси всех масс, а впереди, кроме руля и лобового стекла, только блистательная перспектива убиться, вот эта вся картина, она как раз изглаживалась, в первую очередь, за счет человека. Но сегодня, конечно, да, весь прогресс мировой сосредоточен в автобусостроении. И все самые интересные технологии, они именно сюда приходят. Потому что самая опасность, что мы на сегодняшний день себе оставили, это компоновочную схему той самой печки Емели, которую мы имели больше 100 лет тому назад. Во всем остальном прогресс уже есть, а здесь прогресс. Только по наворачиванию новых пуговиц на старое пальто. Уже пуговицы и с электронным управлением, уже и с инфракрасными датчиками. Но сама по себе штука остается все той же самой. И на Западе, поскольку все прекрасно понимают, что это очень сложно, там, конечно, кроме технического контроля и качества подготовки водителей, сама по себе ситуация выстроена таким образом, чтобы у автобуса не было возможности очень быстро ехать, и не было возможности оказаться в ситуации максимальной опасности. Плюс, это всегда современный автобус, и в нем теперь уже все пристегнуты, и в нем, если посмотреть по последствиям ДТП, каркас работает таким образом, что очень прочная рама, низкий центр тяжести, и если автобус не летел с большого откоса, то, в общем-то, погибают только те, кто не был зафиксирован, то есть не пристегнуты, либо кого убило грузом, когда кто-то сверху аккуратно положил термосочек, либо чемоданчик, ну, пусть у меня он здесь полежит, то есть каким-то незакрепленным текеллажем. У нас автобусы убиваются постоянно, мы просто не обо всем слышим, и не каждый раз нам об этом вежливо докладывают, потому что есть какие-то более интересные убийства, и в конце концов, там, детей изнасиловали, или там, папа сожгли. Это все более интересно, более значимо. Сейчас у нас Олимпиада, поэтому должна сойти на нет информационная волна, но когда на прошлой неделе, недалеко от Москвы, обычный междугородник, причем небольшой по количеству пассажиров, банально убрался с дороги, сделал оборотов пару через крышу и лег в сугроб, ну, все прошли мимо этого, потому что это привычно, это абсолютно обычно, и мы знаем, что в автобусе, да, сложно, ну, как там люди работают? Да плевать-то о них, как они там работают, они же там ездят, да какая нам разница, как они ездят? Это же не мы, это же не нас, там то челноков везут, то еще кого-то, и вообще приличные люди у нас катаются давно уже на хорошей технике, есть, конечно, минимальный технический надзор, есть, конечно, еще ситуация, когда большая дорогая европейская машина берется в лизинг, и тогда фирма, конечно, смотрит, кого она сажает за руль, но в целом вот здесь у нас перспективы самые печальные, потому что на техническое несовершенство автобусный парк у нас апгрейдится крайне неохотно, накладывается общий уровень подготовки водителей, и с этим мы ничего не собираемся делать, по плохим дорогам, в плохих условиях, с недостаточной квалификацией на технике позапрошлого века, мы спокойно ездим между городами и имеем такой результат, к которому уже привыкли. Нас это в принципе не трогает, и мы знаем, что это риск тех людей, которые поехали, особенно если это какая-нибудь там, условно говоря, Махачкала поехала еще куда-нибудь там торговать, да подумаешь, погибли, ну и что? И события прошлой недели, когда весь автобус размочалило, он не имел вообще никаких последствий, ну подумаешь, автобус, да, дети, но иногда бывает, что дети, иногда школьные, ничего такого, убились, да, очень жалко, и там медведь по этому поводу топнет ножкой, а мы к этому привыкли, это норма, к сожалению. Перерыв на новости. Нашлось, алгоритм вычислений по-прежнему безупречен, 7 баллов, все едут спокойненько себе по пробкам, Мэйл.ру, движения нет, потому что на самом деле 8 баллов. Ну, я тут в одиночку поудивлялся, теперь попробуем то же самое, но в диалоге 65, 10, 9, 9 и 6. Павел, здравствуйте, с дебютом вас. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Да нет, вроде еще пока еду, но стараюсь объезжать в центральной магистрали. Трешка стоит, Дмитровка стоит, сейчас пробираюсь огородами. Дворами, дворами, огородами, да. Конечно, а других вариантов же нету у нас. Нету, нету. И не будет. И не будет. Только перед выборами был вариант, когда вместо 10 показывали 6. Только в таких вариантах мы можем доехать, потому что лось ведет. Да, вы обратили внимание, Павел, как сейчас блистательно нам всем, 140 миллиону россиян, украинцы утерли нос своей политической активностью. Вот они взяли, сплотились. Другое дело, что повод, конечно, они выбрали не самый удачный. Но вот мы себе такое позволить не можем. Мы можем тихо так побухтеть, сказать, да ну, что-то, кажется, опять обманули. Что-то веревка на шее какая-то тугая, да и табуретка качается. А хохлы сказали, а нам плевать, а мы-то сейчас вам возьмем и козью морду состроим. И ведь состроили. Но у нас как бы с единством всегда проблемы были. А почему же у них-то вот получается как-то донести свою точку зрения, а у нас не получается? Что, мы какие-то другие, что ли? Сильно другие? Может, мы отмороженные? Ну, вспоминаем постоянные ваши разговоры о ЕГЭ и прочих чудесах образования. В связи с тем, что нашему правительству умный народ не нужен, ибо умный народ — это неудобный народ. Это опасно. Скорее, возможно, это от глупости, от тупости, от страха перед чем-то. Ну, значит, они добились своего, если они боятся умный народ? Добились, добились. А мы так быстро сдались, так быстро выродились, так быстро деградировали? А вы посмотрите на нынешнюю молодежь. Ужас, да. Конечно, деградировали. Причем до уровня неандертальцев, по-моему. А сейчас это поколение... Запуганное тупое общество айфона, которому ничего не надо. Ну, это уже не та страна. Павел, тут не соглашусь. Во-первых, все-таки у нас водораздел 91-й год, и не так много поколений сменилось. Во-вторых, у нас не все поколения ЕГЭ. То есть у нас основное стадо, да, причем они сейчас закончат институты и придут на работу, но вот насчет запуганных... И будет совсем кошмар. Да, вот тут будет полный кошмар, потому что ведь уничтожение системы образования, оно привело к тому, что мы уничтожили попутно еще и медицину, и скоро они с дипломами врачей придут и будут кого-то там лечить, а заодно они встанут на конвейер автосборочных предприятий и начнут заворачивать гайки или как инженеры принимать какие-то решения, как бы лучше это сделать. Но при всем при том, страха очень многих из них нет. Выросла определенная категория людей, которые, может быть при всем при том, неумным, необразованным, но они не хлебнули той дозой генетического страха, которую формировало нас и поколение наших предков. И это тоже интересный результат, потому что они могут оказаться сколько угодно неумными, но они власть не боятся. Такой парадокс тоже есть. Ну, не соглашусь, не все власть не боятся. Ну, опять-таки, даже не власть у нас боятся, боятся скорее, так сказать, собак этой власти, милицию, ФСБ и же с ними государственные структуры. Президенты-то что боятся? Или там премьеров, или депутатов? Они, по сути, напрямую ничего не делают, но принимают такие замечательные законы, что, по-моему, боятся уже стоят. Да, боятся правовых последствий того, что они наворотили, конечно же, стоит. Но появление каких-то людей то с плакатами, то с одиночными пикетами, то с высказыванием, то с умными заявлениями, то с любопытными поступками, говорит о том, что все-таки не полностью разрушена среда, формирующая личность. И эта личность может быть по качеству уступающей, например, поколению борцов, которое сошло на нет уже буквально на наших с вами глазах. Но при всем при том, не все из них, особенно которые в городе, запуганы настолько, чтобы ничего не делать. Деревенские, да, там, где участковый придет и тебя просто пристрелит, но там, к сожалению, все по-другому. Ну, да, совершенно верно. Ну, да, соглашусь, что не все запуганы, но основная часть, а дальше будет еще хуже. Это точно. И все это понимают. Это точно. Вот то, что хуже, это даже не сомневаюсь. Сергей, вопрос по машинке. Да. Ломаю голову. Писал вам однажды на Фейсбук по поводу Таха. Таха отмел, вот, в связи с этим переключился на Форс Экспедишн 2-й, 300-сильный. Ух ты. Да, вот у меня такая тяга небывалая к американским автомобилям, а сейчас по необходимости уже нужна большая американская машина. Ну, это практически автобус. Ну, да, семиместный автобус с возможностями бульдозера с небольшими. Это есть такое. Вот, как вам? Стоит на него вообще заглядываться? Вот, меня, честно говоря, в нем смущает только то, что он, мягко говоря, ну, выглядит не самым удачным образом, в отличие от первого, который однозначен, ну, просто совсем однозначен. Но при моторе 5.3 это все-таки хороший автомобиль, и он не сильно отличается от того Таха, который вы отмели. Потому что он сделан по тому же самому лекалу. Рама, задний мост, спереди, как повезет, много мест, мощный мотор там совсем с хорошим объемом. И это ведь не внедорожник, он же очень сильно перетяжеленный. То есть он зароется, будь здоров, как на пузо ляжет. Потом он же по геометрии себе половину физиономии и всю улыбку оставит на русском пеньке. Не садись на пенек, не ешь пирожок, потому что там валяется бампер от вашего Павела Экспорова, этого самого Экспедишена. И получается, что вот ведь Таха вы отмели не потому, что вас запугала его надежность или ненадежность и стоимость владения, а потому что он не подошел. А не подошел по тому же, а потому почему и Экспедишен тоже не в выигрыше. У Экспедишена, что здорово, он, поскольку никому не нужен, у него стартовый билет, ну сколько, ну 500 тысяч. То есть вы либо покупаете себе Солярисы за эти деньги, либо покупаете Экспедишен, причем достаточно свежего. Да, с 6-го года можно за 625-50 тысяч. А посмотрите, например, на Даджи, на Дюранге. Даже первый Дюранга, вот красавец первый, который, ну, не устареет никогда, в отличие от второго, который похож на наш этот самый, на КАВЗ автобус. Помните, с мордой от газона 53-го и с жбаном от пазика. Но сколько стоит Дюранга? С 300 он начинается. Причем есть очень... Ну, та же самая, но идея та же самая. Опять-таки, мощный мотор, полный привод, реализовать который не получится, потому что это не супер внедорожник, и к бездорожью его надо отдельно готовить. Но вы, конечно, получаете трактор, который много чего может. С собой лебедку обязательно, пусть даже прицепную внешне, а лучше уже установить. То есть всегда резина, куча защит, и можно даже лифтануть. Тогда вы получаете, конечно, экспедишн второй, ну, во всей красе. То есть сам по себе этот автомобиль не готов под те сценарии, которые вы подразумеваете, даже не называя их. Потому что понятно, и вам, и мне понятно, зачем он нужен. Вот для этого надо готовить. Ну, я его топить все равно не собираюсь, в любом случае, но сейчас езжу на Крайслере 300М, который старенький. Да. Но это уж совсем пузотерочка, дальше Москвы лучше не выбираться. Да. Потому что есть страх оставить и коробку, и картер, и мосты еще, ну, под подвеску. Возможно, все. Конечно. Мягенький, низенький, длинненький, с огромным колесом, толку от которого нету никакого. Но при этом машина шикарная. Да. За свои деньги, с удовольствием Hyundai Accent, бизнес-класс, пусть и лохматых годов, но отрабатывает на все 100. Да, конечно. Как машина, для чего она изобреталась. По электрике не замучил? Вообще ничего. Везет же. Перерыв на новости. Нашлось, встрепенулся, взял логарифмическую линейку, уточнил математический подход к теме и выявил, что уже 8 баллов движения по-прежнему есть. Мэйл.ру полагает, что 9 баллов движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать, Дмитрий. Что у вас? Стоите, едете? Я еду, я живу не в Москве, а в загородном, в ближайшем Подмосковье. Вы на пленэре еще немножко, и вот она, свобода, природа и погода. Только на природе и живем. Я из Москвы и перебрался сюда. А, то есть вы из дезертиров? Ну, конечно. Реализовали мечту горожанина о сельском выпасе? Ну, какой-то город тоже. Ну, тоже город. Тоже воду отключают и тоже с канализацией проблемы. Тоже город. Конечно. Понятно. Шилка на былка. Да. Хотел бы уточнить. У меня, значит, автомобиль Mitsubishi Outlander XL 7-го года. Аплодисменты в зале. До сих пор живой. 6 лет. Как здорово. Живой. 130 тысяч пробега. 3 литра автомат. Вот хотел бы поинтересоваться, стоит еще держать? То есть что по двигателю, по коробке? У вас самое правильное сочетание, потому что и мотор хороший. Вы же знаете, этот мотор они ставят везде, где только можно. Он же и в Паджеро. У нас дома на Паджеро Спорту. Да, да, да. Тем более, что у вас автоматическая коробка, а не вариатор, как у тех, которые 24 и 2.0. Поэтому из всего возможного у вас самый надежный вариант. И ко всему прочему, он позволяет еще так тихонечко даже бороздить просторы нашего бездорожья. Да, да. Было дело. Да. Автомат в этом отношении не перегревается, что здорово, в отличие от вариатора. И тут уже только вы знаете, вот эти 130 тысяч машина прошла с какой степенью изможденности? Может быть, вы, как рачительный хозяин, прекрасно понимаете, что при вашем отношении к технике это только половина ее жизни. Но вот под этот год, поскольку сейчас все умирают, и на будущий год будут квоты пересмотрены, будет схлопывание рынка, все будут говорить о том, что мы ура, мы победили, у нас все очень хорошо, а на самом деле все будет очень плохо. И вот сейчас скидки будут больше, чем в январе и так далее. То есть, если вы хотите поискать себе новую машину, то очень многие фирмы, не обязательно это будет Mitsubishi, я недавно общался, например, с Fordom, они сказали, что у нас под декабрь готовятся большие скидки, потому что нужно просто расчистить склад, чтобы не было этих товарных остатков. На 14-й непредсказуем, на 13-й все ясно, бедный ТАСС уже прилетел, продажи провалены, будем скидывать все, что можно, будут большие красивые предложения для покупателей. Вот сейчас декабрь, уже понятно, можно будет начинать, вот через неделю будет истерия. Сергей, а еще такой вопрос по L200 тогда, если брать автомат там 4-х ступенчатый, меня смущает, потому что иногда бы хотелось все-таки машину в Буэрак пускать. Куда пускать? Ну, недорожью, то есть потихонечку там ее освещают. А какая, Дмитрий, взаимосвязь между количеством ступеней и... Нет, но я в одной из программ слышал, вы говорили, что греется. Он греется, вне зависимости ни от чего, у него нет ни одного контура охлаждения, в отличие от большого Паджеро, у которого их целых два. Но L200 вот греется и не дает того результата под седлом всадника, засунувшего его на какой-нибудь ралли-рейд. Вот в условиях такой постоянной битвы, когда две недели в одну сторону, две недели в другую сторону, это, к сожалению, очень сильно сказывается. Если вы кончиком белого тапочка аккуратно потрогали лужицу, отдернули лапку и поехали в объезд, то вы даже не узнаете, есть там проблемы или нет. Тем более АКПП, Суперселект, постоянный полный привод, плюс две блокировки, вы король бездорожья. И здесь бояться ничего не надо, просто вы меняете машину с достаточно просторным салоном и крупным багажником на машину с маленьким салоном и просто грандиозным багажником, которым вы пользоваться не будете никогда, потому что там будет обычно вместе с вами кататься снег, палые листва и еще что-нибудь. Либо вы накроете это все специальным ящиком, либо жалюзи, то есть у вас будет такой хороший багажник. Но если, не дай бог, типу мне на язык, у вас будут какие-то трудности с трудоустройством, вы с этой машиной всегда найдете себе подработку, таскать, возить, доставлять и так далее. И вообще это хорошая машина. Магомед, неужели это вы? Здравствуйте. — Добрый вечер, Сергей. Так и не дозвонился на прошлой неделе, зато сейчас дозвонил. — Я думаю, эта неделя будет удачная. Это первый разговор на неделе, не последний явно. — Да-да-да, надеюсь. Ну, хотел бы сказать по поводу начала разговора вашего. — Ну, тут все упирается примерно в то же самое, что у нас происходит в Радишах. Вот, как-то дозвонился тоже на вашей радиостанции, там, вот, передача, посвященная авариям самолетами, и люди откровенно в лицо врали. Вот это мне больше всего. А здесь у нас с автобусом происходит то же самое. Ну, технический парк устаревший. И даже если он не устаревший, это чаще всего, там, какие-нибудь китайские, корейские автобусы, которые эксплуатируют больше, чем на 40 км в час, не ли я? — Ну, опасно. — И, да, разлетится. И сейчас любой человек приходит в автошколу, принадлежит на сумму денег, ему ставят вообще все категории сразу. — Даже в автошколу? — Вот выгнали, там, какой-нибудь, там, менеджер среднего звена с работы, там, с рекламного автобуса. Что делать? Жена пилит, на работу устраиваться надо, пошел автобус водить. — Да, такое тоже есть. И качество подготовки, конечно, упало. Только зачем ходить в автошколу? Для того, чтобы получить категорию, у нас есть отделы продаж в ГАИ. Там спокойно приходишь, покупаешь себе права. — Да, да, да. Ну, отделы продаж в ГАИ, к сожалению, не работают без справки из автошколы. — Это все входит в пакет документов. Они справку уготовят и делают все, что надо. Даже месправку они делают. Вопрос цены. — Ну, напрямую в ГАИ все-таки дороже. — Да, да. — Я недавно меняю права, и уже это все входит на этап. — Да, да. — Очередно, это замену денег путем замены права тоже раздражает. Непонятно, я что, за 10 лет езды разучился ездить, что я должен менять права? Вот этого я не понимаю тоже. — А паспорт почему вы должны менять раз в 10 лет? — Ну, мало ли вдруг я сделал пластичную кооперацию. Это еще могу понять. Учебно, что у нас права, к тому же, не являются удостоверением личности, так же, как загранпаспорт. — Да. — Я вообще не понимаю, зачем их менять. — Ну, а инвалидность первой группы подтверждать регулярно? Вдруг у человека инвалида без ноги нога выросла? — Ну, вот иногда мне хочется наших людей, которые рожают законные, заставить ежавские родители, не знаю, может, тогда поумнеют. — Может быть, по ним жить тогда? Пусть попробуют то, что она сочиняла. — Да, да, да. Ну, я как уже говорил неоднократно, все проблемы от того, что люди, которые у нас издают, рожают законы, как даже незаволимые, они по этим законам сами не живут. — Ну, Магомед, тогда вопрос, а откуда берутся эти люди там, где они обличены законодательной властью? Они там прорвались как? — Вот как раз тут, я не согласен, по-моему, Дмитрий, молодой человек, который первый, я не согласен. У нас народ не запуганный, не зашуганный. У нас, мягко скажем, крайне нервный. На фоне нашего народа, чины нервно курят. У нас вот пока кто-нибудь не поднимется, они еще дружно с ним, как стадо за ним пойдут. — Ну, украинцы поднялись, а вы видели, как... Магомед, а хорваты сегодня, вернее, вчера на референдумы, постановили, что голубым не место, что семья — это брак между мужчиной и женщиной. Они наплевали на Евросоюз. Они устроили народный референдум по поводу того, что в остальных странах, и у нас в том числе, почему-то подлежит обсуждению. Это с какой стати оно вдруг должно подлежать обсуждению? — То есть хорваты и украинцы смогли, а мы... Мы-то буйные, а толк-то. — В Хорватии и в Украине за счет, скажем так, того, что у них там бурные 90-е еще не кончились, у них есть как никакая оппозиция. А у нас эти плюшевые мальчики, которым в 90-е не дали доворовать, а сейчас они обижены, типа, выдают себя за оппозицию. Что от них ожидать? — Или Янукович слабак, и как он занимался тем, что шапки срывал у людей на унитазах, так, собственно, по уровню и не поднялся, поэтому и не в состоянии сломать целую страну. — Да, потому что там все дело, что в правительстве, что оппозиция у них на одном уровне. А у нас в правительстве, в мласти, люди все-таки, как-никак, достаточно сильные. Мы к ним можно как угодно относиться, как угодно их называть, но они сильные. — То есть наши зубастые просто, наши, если что, то за красный сигнал светофора тебя лет на 25 упекут так, как никакому Януковичу и не снилось. — С них станется. — В этом я не сомневаюсь. Учитывая, что у нас теперь практически ни на что не распространяется приумцами новости, ни на водителей, ни на кого, с них станется и такое. — То есть у нас просто страшнее, Магомед, я правильно понимаю? — Да. — У нас не то, что страшнее, у нас просто безальтернативщина, из-за того, что народ не местный. Просто не хотят под ним... Все сидят по кухне, бухтят, а никто ничего не хочет для того сделать, чтобы что-то изменить. Ждут, когда появится там тот самый Емеля с печкой. — И поедет в нужном управлении. — Да. И чтобы за ним пристроиться, и дружно поехать. — То есть получается, Магомед, с ваших слов, что Украину через какое-то время ждет такая же ситуация, как и у нас, когда народ инертный, а власть озверевшая, и они поэтому тоже не высунутся, а пока слабаки, то можно. — Украину ждет то же самое, что у нас, и в одном случае, если у власти окажутся люди с характером сильные, а альтернативы, там, оппозиции и так далее не будет. Тогда эти люди, которые будут у власти, у которых будет сила воли, они могут себе позволить делать все, что угодно. — У нас на Болотную тоже нашлось большое количество добровольцев, и по статистике их было совсем много. Ведь нашлись, ведь они есть, значит, не побоялись, несмотря на то, что на каждом втором сучке болтается упырь с печатью, подписью и полномочиями, тем не менее на Болотной оказалось... — Если я, например, не был на Болотной, я никогда в жизни туда не пойду, потому что я больше, чем людей у власти, я не люблю, ненавижу, можно сказать, людей, которые меняют в себя альтернативой этой власти. Потому что они ничем, на того, что не лучше, во-вторых, они ничего не могут предложить. — Ну, руководство оппозиции, на самом деле, при отсутствии оппозиции, понятно, что это такие же продажные твари, как и все остальные, но на Болотной площади были не только предводители, но и простые нормальные люди с человеческими лицами и логичными поступками. — Ну, к сожалению, это все дело очень сильно размывалось девочками с айфонами, которые туда пришли просто потусоваться. — Ну, они же... Так ведь хорошо, они же пришли потусоваться в неожиданном формате. Раньше они такой тусовки себе не позволяли. А здесь-то они пришли... — А потому что это модно. Сейчас у нас новый модный тренд. — Уже нет. А на Украине опять да. — Ну, на Украине это даже не модный тренд. А на Украине сейчас, грубо говоря, что мы видим? Мы видим Западную Украину, которая там, грубо говоря, есть своя оппозиция, есть свое мнение. — Ну, раскол мы видим у Украины. — Да. — Запад и Левобережная. — Видим Восточную Украину с теми же умертвыми людьми, какие у нас. Грубо говоря, если сейчас там западники дадают, что уйдут в Евросоюз, Восточная Украина будет говняться, пыхтеть, но никуда не выйдет. — А еще, на самом деле, Магомед, на Украине нету медсправки на права и нету государственного технического осмотра транспортных средств. — Да. — И вот этого давления на водителей нету. И смотрите, каким последствием это приводит. — На самом интересном месте перерыв на новости, потом продолжим. — Сергей пишет на сайт «Новый Битлз. Каким двигателем брать? 1.2 или 1.4? Про ДСГ не спрашиваю. Машинка очень нравится, жене придется покупать». — Сергей, берите с 1.4, даже не потому, что она резвее едет, а потому, что ее потом, когда жена наиграется, проще будет продавать. А 1.4 более востребованная. — Екатерина пишет. — Сергей, вы все про дилеров смеетесь, а ведь у народа деньги на Биулина своей чисткой банков тоже отобрала. Так что просадка рынка будет просто огромная. Только с отзывом лицензии у банков число тех, кто сможет ей воспользоваться, будет меньше и меньше. Посочувствуйте хоть. — Да, Екатерина, сочувствую. Это ведь комплекс мероприятий. И на Биулина, который занимается, в общем-то, праведным делом и чистит банк, как всегда, делает это с размахом, имея очень серьезную идею, конкретную цель. А мы с вами оказываемся теми самыми неизбежными щепками, которые летят в момент рубки леса. Ну, как называются, знаете, косвенные потери. Что же делать? К сожалению, да, именно к сожалению, потому что речь идет даже о том, что люди теряют ведь не только те деньги, которые были связаны у них, например, с покупкой машины. Это же кого-то оставляет и без квартиры. Часть населения станет из-за этого всего бомжами. И ничего ты с ними не поделаешь. Просто люди остались без денег и просто люди, например, остаются без квартир. Вот такая вот занимательная арифметика. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Вы дождались. Сергей, да, приятно с вами пообщаться. Спасибо. У меня два вопроса. Вопрос первый по поводу резины, шипованной и не шипованной. Вроде бы уже всем, наверное, известно, что шипованная резина, она лучше не шипованной, ну, по крайней мере, с точки зрения безопасности во всем. Да. Вот, так почему же производители резины вот в наших широтах так активно до сих пор продвигают не шипованную резину? Павел, внимание и ответ. Все очень просто. Представьте себе. Узок рынок шипованной резины. На планете Земля стран, которые потребляют шипованную резину, это скандинавы и мы. И все. В Европе запрещено. А вот у них огромный завод, который делает миллионы шин. И получается, что вхождение на наш рынок требует отдельной модельной линейки, отдельных очень серьезных исследований, отдельной очень серьезной работы, другой технологии. Зачем? Проще нам рассказать о том, что существует та самая пресловутая липучка, которая, мы сами уже домыслим, ее потребительские свойства. Прилипает к асфальту, топит снег, лезет на гору, приклеивается к потолку и превращает машину в муху, которая едет по вертикали, по горизонтали и вверх колесами. Только потому, что им без разницы, что они впаривают и кому они впаривают. Если мы, как кролики, подлежим разводу, то почему бы нас не разводить? Вот только поэтому. Это не потому, что товар хороший. Это потому, что им нужно его сбыть. Все. Они делают массу усилий, вкладывают деньги в рекламу для объяснения необходимости покупки их товара, который, по большому счету, в принципе, желательно, по крайней мере, в нашей снежной полосе не покупать. Ну, на югах у нас, там, в Краснодаре или вот где у нас величайшее снежное хранилище в Сочи, там можно обойтись без шипованной резины. А нам с вами, да, только шипованной всегда, только шипованной, без вариантов. Ну, да, в принципе, понятно. Спасибо. И второй вопрос вот хотел задать. Такая ситуация уже давно, в Москве, по крайней мере, происходит. То, что вот люди, которые убирают снег с тротуаров или еще откуда-то выкидывают, это снег на дорогу. Ну, снег-то, ладно, там, это, там, ну, правда, для многих, там, не очень опытных водителей это вообще экстренной ситуацией является. Когда они ехали, был практически сухой асфальт, а тут сугроб внезапно на дороге. Это ладно. А другое дело, если нога доходит до идиотизма, вот я лично попадал, когда с тротуара сбалбывают лед толщиной, там, сантиметров пять, а то и больше, выкидывают вот это вот на дорогу. И я на машине вот реально ехал и еле проехал, потому что она брюхом закребла и почти не могла проехать. Вот как, по вашему мнению, что, как можно ситуацию вообще изменить? Тоже можно изменить, Павел. Вы же наблюдаете, что в целом вот то, как у нас выглядит снегоуборка и обработка дороги, это старые методы, когда люди, не имеющие машин и, по большому счету, не имеющие к нам с вами отношения, выполняют плохо свою работу. Так проще, так коряво, но им так удобнее. Несколько лет тому назад я наблюдал картину, был ее совсем непосредственным свидетелем, поскольку через стекло смотрел, когда по бульвару в центре Москвы ехала разбрасывающая всю эту химию машина. Она ведь что делает? Она же прямо в дверь тебе картечью стреляет. Ведь тоже неудобно. Так же неприятно, когда в твою машину прицельно лупят с размаху вот этой солью, смесью с песком или просто реагентом. И так же неприятно, когда тебе лед выбрасывают под колеса. Мне очень понравилась реакция водителя соседней машины. Он вышел из своей машины, пробка и, собственно, маневр был ограничен. Аккуратно достал водителя Зила и с одного удара уложил его на руки пассажиру. Все, вы знаете, он сразу выключил свою шарманку и понял, что, наверное, пока вокруг очень много машин, обработка противолетными реагентами в центре Москвы ему будет противопоказана. Все, выключился. Другого варианта нет, потому что нельзя придумать инструкцию от дурака. Это, знаете, то же самое, что мы с вами сейчас на полном серьезе будем обсуждать инструкцию от Лексутова. Вот как нам избавиться от Лексутова, который не имеет никакого к нам отношения, которого нам просто взяли и по приговору трибунала навязали городу для того, чтобы он исполнял дела, которые, мягко говоря, к нам с вами отношения не имеют. Мы жертвы. Он призван испортить нам жизнь. Мы что с ним можем сделать? Мы можем писать жалобы, собирать инициативу. А вот человек из соседней машины подошел и сделал так, как надо. Дал внук. Ну да, конечно, понимаете, у меня тоже было первое желание. Я выскочил из машины, конечно же, вот на этих таджиков, которые занимались этим, накричал, а потом понял, что... Ну, как бы они меня не поняли, потому что им начальник сказал, а тут на него кричит, на них кто-то кричит. Павел, тогда, простите, быстро расскажу еще одну историю. В городе Липецке так рынок центральный устроен, что туда проход был всегда строго по одному маршруту. Обычно к рынку можно подойти с десяти разных точек. А вот в Липецке был такой период, когда можно было войти вот только через вот эту. И там стоял местный сумасшедший, человек обиженный природой, и ничего ты с ним не поделаешь, ну вот не уродился, его все жалели. И у него была неприятная особенность, он плевал всем на одежду. Но все знали, что он местный, что он сумасшедший, его очень жалели. А что сумасшедшего взять? Это то же самое, что с таджика, он же не поймет. И вот когда этот местный сумасшедший вдруг перестал плевать, это настолько потрясло всех, что местная газета провела расследование и опубликовала материал, потому что этот сумасшедший был достопримечательностью. И вдруг изменилось положение вещей. Он десять лет плевал на всех, а потом перестал. Что произошло? Газета докопалась. На этот рынок пошел человек, который не знал, что это местная достопримечательность. Он был из другого города. Ему плюнули на пиджак, он дал в морду. И тут сумасшедший узнал, что, оказывается, не надо этого делать. И все, знаете, вылечило. Что сделать с таджиком? Вы выучите таджикский язык или пойдете к товарищу Бирюкову, который сказал, что это не Европа, это жопа. А потом долго его пресс-служба говорила, товарищ Бирюков, он из очень приличной деревни из Курской области. Он такого слова не знает. Он такого говорить не мог. Вы к Бирюкову придете и скажете, что его таджики, а он, между прочим, главный у нас заказчик по рабскому труду гастарбайтеров. Это именно благодаря идее товарища Бирюкова у нас бордюры перекрашивают по пять раз в год в эти дикие армейские цвета казармы. Вы к нему придете и скажете, что, товарищ Бирюков, вы знаете, вы, наверное, не до конца правы. Я боюсь, что он вас не очень поймет, потому что он даже не разговаривает на том языке, на котором вы сформулируете свою элегантную мысль. Это то же самое, как на Украине. Они выбрали не самую правильную мысль для того, чтобы достучаться до своего президента и объяснить, что, кажется, пора тут о чем-то потрещать на Крещатике. Но они нашли способ обратить на себя внимание. У нас в этом отношении, ну, мы немножечко другие. Поэтому таджики лопатами будут орошать нас и окрестности и выкидывать лед под колеса в расчете на то, что кто-нибудь, может быть, и не пробьет себе картер. Вот и все. Да, ну, в общем, понятна ваша позиция. Но тогда пока еще время осталось. Еще один вопрос задам. Я вам давно хотел тоже вам задать. У вас как-то очень интересный пост был на тему пластмассовых водителей. Ну, вот это поколение айфонов и все остальное, что у нас машины сейчас становятся как айфоны. Я один из людей, который очень ценит машины, в первую очередь, управляемость, какие-то ездовые палатки и вот что-то подобное. И вот я хотел задать вопрос. Как вы считаете, когда наступит то время, черные дни, вот для меня, по крайней мере, и таких же людей, когда не останется машин, которые будут наделены какими-то ездовыми палатками, а все будут айфонами? Это произойдет не сразу, но тут ведь вот какая штука. Когда вот такой тренд формируется, и все вдруг бросаются, японцы первые, потому что у них люди уже, в принципе, работают от розетки. И поэтому им человека, японца проще всего включить в разъем айфона, и он начнет функционировать. Выключен, он сдох. Но вот на сегодняшний день, в принципе, апокалиптическая картинка вырисовывается, что все производители делают вот это, этим путем идут. А потом вдруг, неожиданно, тренд меняется. Как у нас несколько лет тому назад, на каждом углу в обязательном порядке были эти гибриды. Даже Феррари сделала себе гибрид, пожалуйста. И Порше сделала гибрид. И это было чудовищной перспективой всех. Потом выяснилось, что нет, не всех. Сделали, отложили в сторону, и продолжают делать нормальные бензиновые машины. Поэтому, с одной стороны, на сегодня, все двигаются к тому, чтобы в машине было как можно больше кнопок и меньше езды. Но эта ситуация тоже может измениться в любой момент, на что я надеюсь. До завтра. До свидания.